Сварочные аппараты, россыпи, искр и сосредоточенные лица. Сварщики тепловых электростанций вышивают рушники на металле. В Запорожье соревновались лучшие сварщики и дефектоскописты предприятий энергогенерации и угледобычи ДТЭК. Почему важно для нас проведение таких конкурсов? С одной стороны, мы хотим ввести такой дух спортивного, здорового соревновательного процесса с целью повышения качества наших сотрудников. А с другой стороны, это, знаете, такое привлечение внимания к профессии, повышение ее престижности для того, чтобы сварщиков, дефектоскопистов, люди стремились идти, развиваться и тем самым вносили свой вклад в производство, в энергетику Украины. Работать нужно быстро и эффективно. В реальных условиях от этого зависит, будет ли свет и тепло в домах. По этим критериям оценивали и профессионализм участников конкурса. Сами участники уверяют, лучше делать шов дольше, но он должен быть качественным. Якость, якость, только якость. И это зависит от работы электростанции. Одновременно со сварщиками соревновались и дефектоскописты. Их работа не менее важна – найти дефект в середине шва или цельного куска металла. Цена ошибки – отключение энергоблока и перебои в работе энергосистемы. Убедились оборудование ТЭС в надежных руках. С помощью ультразвука специалисты ДТЭК способны найти малейший дефект. Задания, говорят участники, не самые сложные, а сами условия труда помогают выполнять их качественно. Работа творческая. В чем именно творчество? Ну, много нужно думать, понимать, соображать. И приятно, когда это получается. Внешние условия очень благоприятные. Нет шума, пыли, вибрации, ничто не сыпется сверху. То есть чистота, красота, можно просмотреть, прощупать все параметры. У сварщиков свое творчество. Участники профессионального конкурса представили домашнее задание. Кованые рушники оценивали коллеги из ДТЭК. Самым красивым признали рушник из Доброполья. Это очень приятно, потому что мы первый раз принимаем в этом конкурсе участие. И очень-очень рад, очень доволен, что мы хотя бы первое место заняли. Радостно, приятно, классно. Все участники конкурса уже стали победителями, говорят организаторы. Ведь они лучшие в ДТЭК. Но лучшие из лучших все же есть. Среди сварщиков это представитель Запорожской ТЭС. Думаю, всем было бы приятно победить в таком конкурсе. Тем более, что улучшаемся. Два года назад занял в Ладыжине шестое. Вот этот раз улучшились и заняли первое. А лучшим дефектоскопистом стал Борис Загоровский из Бурштына. Павел Васильев, Андрей Снесаренко. Специально для телеканала Донбасс.